В Израиле в воскресенье был объявлен траур по погибшим на религиозном празднике Лагбаомер на горе Мирон в Галилее. У правительственных зданий приспущены флаги. Инцидент произошёл в минувшую пятницу. На горе были десятки тысяч человек, в основном ультра-ортодоксальные иудеи. Когда люди спускались по узкому и скользкому проходу, началась давка. В итоге погибло 45 человек, десятки получили травмы. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Свидетели о пирамидах из человеческих тел, в которых были и дети. В воскресенье на место трагедии несли свечи и цветы. Массовая гибель людей взбудоражила всю страну. «Это, вероятно, одна из самых больших трагедий за много лет. Это потрясло всех». «Наши сердца разбиты на миллионы кусочков. Нет слов, чтобы описать ощущения всей страны. Куда бы вы ни пошли, везде слышны стинания, и люди охвачены грустью». По данным израильских СМИ, в целом мероприятие посетило около ста тысяч человек. При этом власти рекомендовали ограничить число десятью тысячами. В предыдущие годы к горе Мирон приезжало до полумиллиона паломников. И уже тогда звучали предупреждения, что место праздника небезопасное. Теперь же власти и полицию обвиняют в том, что они не ограничили число участников, чтобы не вызвать гнева ультра-ортодоксальных раввинов и политиков. Премьер-министр Бенеми Нетаньяху пообещал провести расследование. Среди погибших есть иностранцы. Так известно, что умерли граждане США. Также администрация Джастина Трюдо подтвердила гибель двоих канадцев. Праздник Лакбаумера ежегодно проводят у места захоронения рабби Шимона Бара-Йохая. Он был одним из самых видных еврейских законоучителей, живших во II веке.